Так, я это все записала, это хорошо. Значит, дальше, дальше, следующий наш этап, это мы проговорили, это мы проговорили. А, вот еще важный вопрос, Алиса. Мы поговорили про Винни-Пухов. А твоя мотивация в чем? Вот зачем ты хочешь на это тратить время, и ладно, ты потратишь сейчас время на создание курса, но ведь потом-то его надо будет вести с этими людьми, то надо будет взаимодействовать, что тобой движет? Ну, я на самом деле вспоминаю себя год назад, когда, на самом деле, я уже узнала, что я поступила на этот курс документального кино с моим журналистским бэкграундом, потому что эта магистратура была направлена для людей, у кого нет опыта съемки. Я с ужасом думала, боже, я же журналист, я же писала тексты столько лет, и вот теперь что, как я буду учиться? Я обратилась к нескольким моим знакомым, которые, я точно знаю, занимались как-то документальным кино, были к нему причастны. Я спросила, ребят, что посмотреть, что почитать? Я понимаю, что любой может набрать документалки, Netflix, подборка, история документалистики, вот это все загуглить, но все-таки какой-то гайд, чтобы я его прошла, чтобы я немножко въехала, и мне не было так страшно, и я не боялась сделать свой первый шаг. И на это я получила такие интересные ответы, как бы разделим на две категории. Первое. Документальное кино – это магия. Нужно погрузиться внутри себя, переработать себя и вытащить там на поверхность то, что имеет ценность. То есть это было интересно услышать, мне нравится такой подход, но все-таки, наверное, не очень подходящий для человека, который пока вообще ничего не попробовал. Дальше были такие ответы. «Ну вот список фильмов, там 500 фильмов документальных кино, смотри». Я просто могу сказать, что по итогам учебы я узнала, что ни один из этих подходов не является хоть сколько-то успешным, потому что для того, чтобы понять что-то про документальное кино, мало того, что надо смотреть, и мало того, что нужно как бы пытаться работать с своими внутренними какими-то инструкциями. Но самое главное, что нужно понимать, это вообще как оно устроено, то есть как устроено это ремесло, что такое сцена, что такое конкретно, как снимать там интервью, интервью в движении и так далее. То есть это, по сути дела, еще и практические навыки, которые, прочувствуя и на себе пробуя, человек может понять вообще, насколько ему это интересное направление. Вот, поэтому для меня это в первую очередь, я считаю, что документальное кино – это в каком-то смысле будущее, будущее медийное. Вот, и этому есть несколько подтверждений, и там одно из них главное, наверное, это удивительные форматы, которые уже в мире появляются, и то, что, например, во время пандемии самый фильм, там, один из самых крутыми просмотрами – это сериал под названием «Тайгер Кинг», который полностью построен на документальном материале, вот, повествующий о спасателях больших кошек, это такое нагромождение разных сторилайнов и уровней размышлений над реальностью. Вот, я просто верю в то, что документальное кино – это будущее, и в то, что, на самом деле, чем большее количество людей ознакомится с этим форматом и попробует что-то сделать, тем будет наше критическое восприятие суммарное, да, как общество, выше, вот, потому что это очень интеллектуальный и точный инструмент препарирования реальности, вот. То есть это моя вера, в первую очередь, в кино, в документальное. Вот, что еще? Еще мне просто очень вдохновляет НКО, я небольшой делала мастер-класс по питчингу, тем для НКО некоторое время назад, я поняла, что потрясающая аудитория, люди, которые действительно меняют реальность, и поэтому мне хочется, чтобы был еще один, допустим, инструмент, который люди могли бы попробовать из НКО. Наверное, да, вот такая моя мотивация. Ну, вот, вдохновение – это прекрасно, я тут поиграю в старого циника, а вот, когда они тебе будут нести чушь, вот тогда ты в них разуверишься. Что должно произойти, чтобы ты потеряла веру и в формат документального кино, и в эту свою аудиторию? Где границу допустимого, после чего ты скажешь, да идите все нафиг, я пошла, не знаю, сторисы снимать в Инстаграме? Ну, мы говорим про людей, которые, словно говоря, будут учиться на курсе или, в принципе, события в документальном кино? О тебе. Мы говорим о тебе. Что может остановить, что является для тебя границей допустимого? Например, там, не знаю, всех загонят, чипы в голову вставят, и ты скажешь, все, я пошла делать фильмы для чипов. Нет, на самом деле меня пугает история о том, что документальное кино может быть мощным инструментом пропаганды, да, то есть это тоже путь, по которому, вероятно, все будет тоже развиваться, вот, и это, очевидно, будет довольно сильный инструмент, и сложно, рассказывая о реальности, показывая реальность, кого-то убедить в том, что все-таки тут были какие-то манипуляции, и это все инструмент работы такой, да. Вот это вот направление было бы очень сильно пугало. Вот, кстати, интересно, потому что ведь документальное кино по силе, и вот вся эта история с эмпатией и силой убеждения, ведь действительно, это же инструмент. А какой смысл вложат режиссер и автор, да, в этот фильм? Здесь мы уже не властны. Мы можем дать инструмент большой силы для тех людей, и чьи этические ценности, например, расходятся с нашими. И тут, коллеги, мы вспоминаем Лене Рифеншталь, например, гениальнейшую, гениальнейшую Лене Рифеншталь, которая снимала прекрасное документальное кино о фашистах Гитлере и фашистской Германии. Друзья, я напоминаю, пока Алиса думает, напоминаю, что можно переключаться из оранжевой комнаты, в которой мы с Оксаной и Алисой разрабатываем онлайн-курс по документальному кино для активистов и некоммерческих организаций. В бирюзовой комнате в это же время наши коллеги обсуждают опыт и кейсы дистанционного образования и скрайбят. Что такое скрайбинг, если вы не знаете, как раз загляните в бирюзовую комнату. Еще у меня в Фейсбуке идет прямой эфир. Можно писать свои вопросы там, можно писать свои вопросы на платформе. Чуть позже мы запустим еще одну голосовалку. А пока мы заканчиваем первый блок работы. Этот блок называется «Работа над…» Как это? Образом клиента? С аудиторией, да. Мы понимаем, для кого мы это делаем и кто это делает. То есть мы две стороны, влияющие на содержание курса, обсуждаем. Вот, кстати, сейчас я… А, вот что я хотела сказать. Нина тут у нас такая внезапно решила провести трансляцию в Фейсбуке. Знаешь, как ты Нина называешься? Ты не мультимедийная сейчас, ты кросс-медийная. Когда один и тот же контент по разным каналам, по разным каналам дистрибуции распределяется для разных аудиторий. Так что ты у нас еще и кросс-медийная сегодня. Так, Алиса. Это просто единственное, что я умею делать, да. Прекрасно. Алиса, смотри, вот то, что я услышала и то, что надо закрепить и дальше обязательно в курс вложить. Значит, ты говоришь про то, что документальное кино, помимо насмотренности, помимо вот этой вот прокачки ценностей, смыслов и понимания темы, да, про что ты снимаешь документальное кино, оно еще предполагает некие навыки. Вот я в этом смысле адепт такого подхода, что навыки сначала, что ремесло сначала. Потому что если мы рассказываем о красоте фарфора и там о великих каких-нибудь, не знаю, образцах фарфорового искусства, это отдельное такое знание. Но это не дает возможности человеку самому сделать чайник. Когда мы пропускаем людей через глину, через кривые образцы, через разные техники, через разные подходы работы, затем на этом, просто постигая ремесло, человек набирает еще фоном и расширяет свой тематический кругозор. Называется эта история Learning by Doing, как-то по-русски эксп... нет, не экспериментальное обучение. Надо посмотреть, как они переводят этот термин. Это не проект? Нет, вот проект, это там типа ответвление такое, а это прям большой кусок, что вот есть теория, сначала теория, потом практика, есть практика, потом теория, а есть миксы, значит, практика и дающие, фоном дающие еще и теорию, расширяющие кругозор. И вот здесь вот мы как раз переходим к следующему блоку, который нам важно для курса Алисы понять. Просвидетельский это курс будет или обучающий? Я вот здесь всегда говорю, надо определяться с доминантой. Нельзя сидеть на двух стульях, нельзя... Знаете, сейчас скажу, какой признак сидения на двух стульях. Когда люди приходят, читают прекрасные, интересные лекции, а потом ждут, что их студенты начнут что-то делать. То есть вот эта просветительская лекция, нельзя к ней требовать навыков. И точно так же, если у нас обучающий условно-ремесленный курс, нельзя от ремесленного курса требовать глубокого понимания трендов, специфики, характеристик и так далее. То есть разделяя для себя, я определяю, что будет все-таки доминантой. Просветительский это я не знал, а теперь понял. А обучающий я не умел, а теперь умею. И вот в данном случае, Алиса, вот твой этот курс, он будет какой? Угу. Прекрасный вопрос. Я как раз очень люблю, чтобы все было и сразу. Ну, на самом деле, довольно много просветительских курсов, посвященных как игровому, так и документальному кино. То есть, в принципе, можно это найти. Прекрасные есть подборки лекций. А вот как раз обучающих курсов краткосрочных, их фактически нет. Потому что, как правило, это серьезная учеба, потому что обычно, обычно это, ну, я не знаю, возьмем условно в гиг, да? Понимаешь, что это примерно за экспириенс. Вот. А хочется, чтобы человек попробовал и понял, это его или нет. Вот такой вот формат. И я думаю, что это обучающий в первую очередь. То есть, это такой обучающий начального уровня. Типа, попробуй пойми, твое или нет, и с чистой совестью скажи, что нет, и отвали. То есть, это тоже нормальное, да, нормальное сегментирование. То есть, почему нам важно вот эти постоянно границы, эти рамки проговаривать? Потому что это позволяет фокусироваться, концентрироваться и точно отвечать на запрос аудитории и знать, что мы там в результате от них хотим получить. Потому что, если мы говорим, что это обучающий для начинающих, приходит такой человек после в гига и говорит, ну-ка, давайте я на ваш курс запишусь, какой ерунде вы тут учите всяких НКОшников. Это значит, что человек с условно синим поясом карате пришел на занятие с белым поясом карате. То есть, очень важно вот эту вот глубину определять и ее проговаривать. Мы говорим, что, ребята, мы на этот курс зовем тех, кто ни разу не пробовал. У вас будет возможность в этой песочнице, в очень поддерживающей атмосфере, для начинающих поддерживающая среда и позитивный настрой, а не принципиально. Когда люди с черным поясом, ну, мои любимые каратешные ассоциации, когда люди с коричневым и черным поясом в карате приходят на тренировки, они уже готовы к жесткому спаррингу и они готовы к жесткой критике. Когда мы приходим, супер навороченный мастер документального кино, не будем произносить их фамилии, приходят на мастер-класс для начинающих и начинают говорить, смотрите, какая кривая композиция, смотрите, как криво все это смонтировано. Вообще мысль не выражена. Ужас, какой, о чем была эта фигня. Когда это говорится черным поясом, да, тем, кто уже опытный, они к этому готовы, они знают, как с этим взаимодействовать. Для всех начинающих очень важно, молодец, у тебя получилось, это первый опыт, представляешь, какой клевый штука ты снилешь на седьмой раз или на двенадцатый. То есть почему еще важно, да, определение, для кого мы это делаем, потому что от этого зависит стилистика коммуникации и то, как мы будем выстраивать обратную связь. Если это обучающий, следовательно, мы вначале говорим, ребята, это обучающий курс, просто так в уголке отсидеться не получится. Каждый из вас в конце курса, у вас на это полторы недели, вы снимете там трехминутный видеоэпизод, смонтируете сами на смартфоне. То есть это дает определенность того, чем мы будем сниматься, что мы будем делать. Окей, значит, это у нас будет обучающий в первую очередь. А фоном, например, или необязательным слоем, да, такое расширение зоны развития, расширение зоны чего-то там, как это, зона ближайшего развития, вот вспомнила. Мы им накидаем фильмов на посмотреть, на расширить кругозор, да, каких-нибудь дискуссионных тем, чтобы можно было пообсуждать, выразить свое отношение. Это будет таким фоном. Но мы понимаем, что это штука про обучение и про конкретные результаты. И тогда следующий вопрос. Как мы проверим, что люди научились? Что будет критериями оценки успешности и неуспешности? Ну, я думаю, что в первую очередь проект, собственно, финальный, который люди сделают. И хотела бы построить это еще на серии упражнений. К примеру, три, если мы говорим про не очень длинный курс, который длится 2-3 недели. Допустим, они делают 3-4 упражнения, каждый из которых является одним из принципов документальных, форматов документальных. К примеру, это может быть интервью, съемка интервью, это может быть съемка сцены и, допустим, съемка ландшафта. Ну, в общем, несколько форматов. В принципе, в кино они используются, эти упражнения используются даже в серьезном курсе кино университетском. То есть несколько упражнений и финальный проект. И финальный проект. И теперь смотри, что у нас получается. Нина, ты пока можешь, наверное, что-то у нас есть еще голосовалки, правда? Да, у нас есть еще голосовалка. Еще голосовалка. Я сейчас тогда покажу, что мы будем делать дальше с Алисой, а ты сможешь запустить голосовалку. Значит, Алиса, смотри, вот у меня есть заготовка.